добрый день дорогие друзья и сегодня мы начинаем выпуск школы имени профессора антонова посвящена респираторной терапии у нас планируется с вами несколько выпусков школ посвященных респираторной терапии сегодня может быть будет не самый динамичный выпуск он будет посвящен сначала мы поговорим о самых самых простых вещах об основах вспомним патоморфологию вспомним строение легких поговорим об основополагающим основополагающих принципов которые лежат в основе любой респираторной терапии как бы она ни проводилась какими бы методами не проводилась принцип который соблюдая который можно получить очень хорошие результаты в плане выживаемости глубоко недоношенных детей в плане минимальных рисков инвалидизации и соответственно в плане улучшения исходов глубоко недоношенных новорожденных и не только глубоко недоношенных но и доношенных том числе в дальнейшем я таскать немножко забегаю вперед у нас будет с вами в декабре очень интересная встреча на которой мы будем разговаривать с елена николаевна и бай бариной елена николаевна эта встреча пройдет в форме интервью где елена николаевна расскажет и ответит нам на те вопросы которые мы всегда нам было интересно но который мы как говорят дети чтобы хотели но стеснялись спросить и у нас пойдут дальнейшем цикл корпоратура отдельно будет посвящен им искусственной вентиляции легких этот цикл будет разделен наш на две части высокочастотной вентиляции легких проведение инвазивной респираторной поддержки и завершим мы все наш цикл этот респираторной поддержки обобщая все технологии которые связаны с тем чтобы снизить риск бронхолегочной дисплазии а сегодня как я уже сказал мы поговорим об основных наших аспектах которые необходимо знать прежде чем приступать к разговору о респираторной терапии нас слушают не только опытные врачи нас слушают и доктора молодые которые обучаются и в частности ординаторы поэтому я думаю что этот фрагмент нашего цикла он будет не бесполезен и будет интересен но на что надо обратить внимание сначала поговорим основные функции легких мы с знаем что они решают вопрос проблемы с газообменом для терморегуляторной функции легкие участвуют в кислотно основном равновесие нашего организма легкие активно принимают участие в регуляции свертывания крови в гемостазе регуляции водно-солевого обмена регуляция эритропоеза известно что в легких синтезируется эритропоэтин также легкие имеют имеют эмологическую функцию и конечно участие в обмене липидов вспомним какое место легкие анатомически занимают в организме человека легкие занимают большую часть грудной клетки это эластичное образование их эластичное способность движением сопровождающим дыхание опять-таки немножко забегая вперед мы скажем что легкие имеют свойства растяжимости и свойства эластичности растяжимость это отношение того давления которое нужно приложить для того чтобы заполнить легкие определенным объемом а эластичность это способность вообще любого материала который имеет обладать свойства эластичности эластичность это способность этого материала вернуться в изначальное в исходное состояние после того после процесса растяжения и вот легкие и нацкать эластичность это обратная величина обратной растяжимости какой объем соответственно отношение объема к давлению и легкие как уже было сказано обладает некой эластичности и выдох за счет этого собственно говоря и происходит во время выдоха спокойного не патологического выдоха он осуществляется пассивно расслабляется мускулатура и легкие принимают свою при начальную форму основными дыхательными мышцами благодаря которым происходит вдох это является диафрагма и также внутренние и наружные дыхание в межреберные мышцы естественно существует дополнительные мышцы которые участвуют в форсированном дыхание это мышцы плечевого пояса шеи и живота и в норме а по обеспечению вдоха выполняет свою работу диафрагма диафрагма как мы видим на этом рисунке б сокращается уплощается и таким образом осуществляется вдох и после того как кроме того активно сокращаются наружные межреберные мышцы благодаря которым грудная клетка расширяется в бок и вверх объем ее увеличивается давление в замкнутой плевральной полости становится ниже атмосферного отрицательное вследствие чего воздух всасывается в легкие проходя по воздухоносным путям до самых альвео а вот выдох как уже было сказано спокойно происходит в основном пассивно благодаря природной эластичности легких и является таким движением который как правило усилия не требует активный форсированный выдох происходит с участием внутренних межребренных мышц и мышц живота если мы погрузимся несколько глубже посмотрим строение легких то вспомним что структурно функциональной единицей респираторного отдела является ацинус ацинус эта система полых структур с альвеолами в которых происходит газообмен начинается ацинус респираторные альвеолярные бронхиолы первого порядка которые потом дихотомически делятся на респираторные бронхиолы второго и третьего порядков вот эти респираторные бронхиолы уже имеют они содержат небольшое количество альвеол а в остальном стенка в их стенка образована слизистой оболочки с кубическим эпителем а респираторные бронхиолы третьего порядка также дихотомически делится образуются альвеолярных сходы уже с большим к большим количеством альвеол и соответственно с меньшими размерами участков высланы кубическим эпителем и наконец альвеолярные ходы уже переходят в альвеолярные мешочки стенки которых полностью образованы контактирующим друг с другом альвеолами и здесь уже мы переходим к строению самой альвеолы мы немножко позже будем говорить и о нюансах связаны с этим строением и с различными патологическими процессами которые с этим связаны альвеола это структурно функциональная единица ацинуса она имеет вид такого пузырька который выслан изнутри однослойным плоским эпителем альвеолы прилежат к друг другу через соединительную между ними находится соединительная ткань альвеолы высланы в сетью тончайших капилляров на котором по подходит легочные вены и соответственно легочная артерия с между альвеолами необходимо также помнить есть поры кона которые образуют некоторые коммуникации между альвеолами они больше развиты у взрослых и эти поры позволяют воздуху проникнуть из одной альвеолы в другую и также обеспечивается газа таким образом обеспечивается газообмен в альвеолярных мешочках если собственные воздухоносные пути закрыты вследствие патологического процесса в составе альвеолярного эпителем различает три типа клеток во первых это пневмоциты первого порядка или мало альвеолярные клетки которые участвуют в образовании аэрогематического барьера и характеризуется длинными цитоплазматическими отростками толщиной около 0 1 микрометра и менее все мы знаем про пневмоциты второго порядка второго типа это большие альвеолярные клетки они крупнее первых и их особенностью является то что в этих клетках синтезируется сурфактант сурфактант образует пленку толщиной около 0,05 микрометра на поверхности пелитериальной выстилки альвеол и также существует пневмоциты третьего типа которые называются еще щеточные клетки они отличаются тем что на них есть некие такие короткие ворсинки и разные авторы по-разному трактуют функциональную нагрузку на эти клетки некоторые считают что это осуществляет функцию всасывания другие авторы считают что это концентрации эти клетки способствует концентрацию сурфактанта есть авторы которые пишут о том что это хеморецепция но так или иначе три типа пневмоцитов образуют альвеолярная стенка альвеолярные легкие также уже было сказано о поличины тончайшей сети капилляров и проходя по ним газ углекислый газ уходит в капилляр простите углекислый газ из капилляров проходит просвет альвеол выводится наружу и этот процесс называется вентиляции вот кстати на вопрос что такое вентиляция обычно не все могут дать точный ответ вентиляция это исключительно медицинский термин вентиляции это выведение углекислого газа а насыщение крови кислородом это процесс оксигенации если говорить таким широкими мазками ну и необходимо нам помнить что в легких взрослого человека около 700 миллионов альвеола их суммарной площадь около 100 квадратных метров фазы развития легких эту картинку многие помнят из учебников но она нам важна так для понимания того что происходит в легких и мы знаем что есть пять фаз созревания легких эмбриональная стадия псевдожелезистая стадия каналикулярные стадии саккулярная ли стадии мешочков и альвеолярная которая уже собственно говоря и завершает развитие легких дальше происходит уже их функциональная дальнейшую функциональной скорее развития во время кануликулярной фазы формируется исключительно газообменная область легкого здесь ацинусы и ламилярные тельца которые отвечают за продукты сурфактанта начинает проявляться пролебрязительно в районе вот 20 недель и в это же время начинается дифференцирование панемоцитов на 1 и 2 типа здесь надо сказать что почему мы не можем фактически выхаживать детей менее 22 недель с точки зрения развития легких потому что во первых сурфактант а не вырабатывается в том качестве в котором он поддерживает конечно про львеолу здесь говорить не приходится но даже те альвеолярные мешочки которые есть зачаточном состоянии не могут этот сурфактант не в состоянии поддержать в открытом эти мешочки в открытом состоянии это первое и второе это отсутствие вообще какой-то поверхности где могла бы где мог бы происходить газообмен даже при наличии какой-то респираторной помощи и вот на этой стадии повреждения плода могут вызывать нарушение развития альвеолу в том числе образование аэрогематического барьера что приводит лазе и легких сокулярная фаза фаза мешочков здесь уже сокращаются уменьшается промежутки интерсициальные между альвеолярными мешочками в этой фазе начинает созревать респираторная часть всего этого этого комплекса интерсициальное пространство здесь богато клетками и количество коллагена или эластических волокон еще мало и уже начиная с 32 недели до 36 уже начинает присутствовать более поздние структуры альвеолы собственно говоря основные проблемы которые мы наблюдаем с детьми это все-таки меньше 32 недели имею ли с точки зрения легких и описаны в общем рекомендации поведения детей с рдс большому счету подразумевает и все указания которые есть в этом в наших гайдлайнах в основном это дети меньше 32 недели с 32 недели как правило уже проблем с детьми и с их лечением меньше хотя их все равно остается немало о чем мы будем с вами в дальнейшем разговаривать я не буду останавливаться на функции сурфактанта у нас будет отдельная блок наша респираторная школа которая посвящена сурфактантом терапии там мы будем говорить об истории развития сурфактанта о том каким образом интересный путь от первых исследований до конечном счете до изобретения сурфактанта обо всем этом будем говорить поэтому сегодня мы на этом останавливаться не будем и тратить время что на чем хочется остановить внимание и вспомнить и пропедевтику и кафедру детских болезней в чем особенности на респираторной системе именно на системе новорожденных и какое это имеет клиническое значение ну во первых это практически горизонтально расположенные ребра у новорожденных детей которые расположены практически под прямым углом к позвоночнику и так называемое экспираторное строение грудной клетки и вот такое строение грудной клетки обеспечивает более низкие абсолютная и относительная величина дыхательного объема от величины дыха от жизненной емкости легких у взрослых поэтому собственно говоря именно этим связан именно с этим связано то что ребенок при повышении co2 при какой-то стимуляции дыхательного центра для выведения более эффективного выведения углекислого газа ребенок самостоятельно усилить глубину дыхания практически не может да то есть он может до какой-то определенной величины у взрослых этот компенсаторный механизм выражен гораздо большей степени глубокое дыхание и часто у взрослых при разных патологических процессов это норма у детей дети поскольку они не могут увеличить свой дыхательный объем увеличивают минутную вентиляцию за счет увеличения частоты дыхания таким образом количество выведенного co2 у детей таких таким образом интенсифицируется во вторых сама по себе податливая грудная клетка особенно у недоношенных способствует тому что у детей при нарастании проблемы с растяжимостью легких и мы об этом будем сейчас с вами более подробно разговаривать у детей у которых повыше снижена растяжимость грудной клетки такие дети начинают компенсировать это состояние такими проявлениями дыхательных нарушений как втяжение уступчивых мест при одышке склонностью к снижению функциональной остаточности и остаточной емкости и соответственно каталиктазом если у нас у взрослых эластические волокна эластичные эластические волокна достаточно развиты то у детей их количество гораздо меньше и в общем целом у детей недоразвит хрящевое в сравнении со взрослыми хрящевой каркас дыхательных путей именно из-за этого дети склонны к бронхиальной обструкции именно на выдохе и нередко с этим связаны в том числе вот эти эти анатомы физиологические особенности они как раз обуславливают более частые эпизоды бронхоабструктивного синдрома у детей при различных провокациях при различных респираторных заболеваниях у взрослых же это или у более старших детей это проблема выражена в гораздо меньшей степени сам по себе малый диаметр дыхательных путей и носовых путей и трахеи он обусловливает повышенную резистентность дыхательных путей мы с вами будем это говорить это то усилие которое требуется на то чтобы затрачиваемые усилия для того чтобы какой-то определенный отрезок времени прошел определенный объем воздуха ну или газовой смеси и в этой связи мы используем в этой связи требуется почему мы должны знать про резистентность мы об этом будем говорить когда будем проходить искусственную вентиляцию легких это связано с как раз использованием интимационных трубок что их нужно подрезать но даже без интимационных трубок высокая резистентность воздуха на воздухоносных путей связано с тем что у таких детей при малейших нарушениях повышается работа дыхания и соответственно энергетические траты возрастают воскалюризация дыхательных путей большое количество слизистых желез рыхлость подсвязочной клетчатки это все способствует склонность к развитию отека слизистых дыхательных путей также с обструкцией интересная особенность отсутствие межвалиолярных пор кона у новорожденных детей и альвеолярно-бронхиальных каналов ламберта а также межбронхиальных каналов мартина то есть нет коллатеральной вентиляции это обуславливает тропность не данного вообще детей новорожденных к развитию различного рода синдромов утечки воздуха когда идет перерастяжение одной альвеол невозможность силу отсутствия этих анатомических структур выровнять давление с близлежащие альвеолы приводят к повреждению легких хотя механизм развития синдром утечки воздуха панематораксов мы будем подробно с вами соответствующих разделах изучать почему это происходит и как меньше выраженность дыхательной мускулатуры у новорожденных детей малое количество мышечных волокон в диафрагме которые способны длительно функционировать что делает у этих детей способны что что приводит к тому что новорожденные дети быстро истощаются и когда возникает какая-то проблема с растяжимостью легких новорожденные не могут долго ее компенсировать и как раз таки сейчас мы будем с вами разговаривать как это проявляется и в какой момент мы должны помогать новорожденным справиться с этой проблемой и о чем собственно говоря это как проявляется эта усталость и о чем это усталость говорит и что нам нужно в этой связи делать у новорожденных в три раза выше чем у взрослых потребность кислороде соответственно очень дети быстрее развивают дыхать недостаточность при заболеваниях легких несовершенство регуляции дыхания снижение чувствительности хеморецептора дыхательных центров при гипоксении гиперфакни ацидозе гипогликемии гипотермии приводят к тому что у новорожденных будет происходит более поздная адаптация к нарушению газового состава крови и у недоношенных кроме того снижен кашлевой рефлекс и собственно это приводит к склонности к обструкции дыхательных путей высокая реактивность сосудов малого круга особенно на эндотоксины грамм отрицательных бактерий и не только стрептокок группы b тоже вырабатывает определенные токсины которые вызывают спазм капилляров малого круга что приводит к развитию персистирующей легочной гипертезии ну и особенность такая которую мы все прекрасно знаем высокая частота открыто артериального протока у недоношенных детей предрасположена предрасположенная к отеку легких о чем собственно говоря мы поговорим о том о чем о чем мы сейчас с вами будем говорить ближайшее время является фундаментом для того чтобы выстроить всю респираторной терапии всю ту технологическую цепочку это фундамент всех надстроек которые мы с вами создаем формирует ту или иную концепцию проведения респираторной терапии в наших отделениях с учетом какие какой аппаратурой мы владеем какими аппаратами мы с каким аппаратами мы лучше знакомы и так далее так вот сначала мы поговорим буквально два слова не будем на этом долго останавливаться чтобы сразу закрыть вопрос терапия антинатальной антинатальной кортикостероиды и здесь мы все прекрасно помним о том что необходимы курсы антинатальной профилактики стероидов в определенном гессонном возрасте но я хочу сделать акцент не на этом я хочу сделать акцент на том что если как у нас иногда бывает принято или считалось или считается в наших перинатальных центрах или в отделениях акушерских стационаров что идеально конечно и вот тут вопросов нет провести полный курс антинатальной профилактики стероидами желательно это у нас в стране есть дексаметазон мы вводим мышечную в дозе 6 или 8 6 миллиграмм четыре раза или 8 миллиграмм три раза с интервалами либо 12 либо 8 часов соответственно соответственно так вот мы знаем что спустя 24 часа пик эффективности приходится как раз на это время держится неделю потом потихонечку уходит так вот если курсант на полный курс антинатальной профилактики стероидами позволяет снизить и смертность и чистоту развития распиратурного дистресс синдрома и чистоту значит антинатальная профилактика стероидами позволяет нам полный курс позволяет как я уже сказал улучшить все показатели вопрос заключается а что с неполным курсом особенно когда вопрос решается так что поступает женщина у которой угроза преждевременных родов и которые по каким-то причинам не может рожать или нет показания или есть показания по кесарево сечению что делать в этом случае и собственно в этом случае мы знаем что даже однократное введение дексаметазона позволяет снизить смертность так вот еще раз я повторюсь что даже однократное введение дексаметазона позволяет снизить смертность то есть если женщина поступила ей сделали укол, он начинает действовать уже через час-два, и уже начинается эффект, который зарекомендовал себя в последних исследованиях, в том, что снижается риск смерти у этих детей. Да, это не должно быть основанием для того, чтобы не проводить полный курс, то есть, естественно, здесь не должно быть речи о том, что не важно, не должно быть такой установки, что не нужно проводить полный курс, достаточно одного инъекции или двух, это лишь утешение для тех, кто хочет провести полный курс, но по объективным показаниям это сделать невозможно, и тогда делается хотя бы один или два укола, после которых уже начинается эффект, и это, в общем-то, обнадеживающе достаточно данные. Я не буду останавливаться на положениях клинических рекомендаций, которые мы все знаем, что следует делать антинатально для того, чтобы максимально охватить антинатальной профилактикой стероидами женщин. Я хочу сказать, перейти уже к той фазе, когда ребенок рождается, и здесь необходимо сказать о том, что у нас появился кофеинцитрат, и кофеин на сегодняшний день является полноценной технологией, которая позволяет снизить частоту развития бронхолегочной дисплазии, краткосрочная эффективность проявила снижение значительно более низкой частоты бронхолегочной дисплазии, меньше тяжелых неврологических нарушений. Это кроме эффективной нейропротекции мы должны еще также знать, что на сегодняшний день мы понятия не имеем, как действует кофеинобензоат. То есть мы его вводим, вводили точнее, по нашим представлениям о том, что у нас другого кофеина нет, но на самом деле все исследования по эффективности использования кофеина, это были связаны с использованием кофеиноцитрата. И надо сказать, что на сегодняшний день появились работы, которые говорят о том, что поддерживающая, то есть нагрузочная дозировка 20 мг на килограмм, почему я сейчас об этом заговорил, потому что во многих перинатальных центрах, и в частности у нас введение кофеина входит в пакет технологий, которые обеспечивают как раз первичную стабилизацию новорожденных, и мы этих пациентов уже, так сказать, даем нагрузочную дозу в родильном зале. И вот есть работы, которые говорят о том, что если использовать поддерживающую дозу не 5, а 10 мг на килограмм, то частота повторной интубации, если после отлучения аппаратов ИВЛ или частота апноэ была значительно ниже в сравнении с тем, как использовались, когда используются нагрузочные дозы 5 мг на килограмм. Но мы, как правило, используем нагрузочную дозу, все-таки не нагрузочную, простите, поддерживающую дозу 5 мг на килограмм. Если есть малейшие признаки брадепноя или апноэ у детей, то мы тут же переходим на 10 мг на килограмм. Надо сказать, что при использовании кофеиноцитрата мы не встречались с такой проблемой, как тахикардия или какие-то другие особенности, которые были связаны с тем, что, так сказать, нам приходилось снижать нагрузочную дозу. И вот, наконец, мы приступаем к самой важной части нашего сегодняшнего разговора о том, что же происходит у детей при развитии дыхательных нарушений и каковы основные принципы терапии этих дыхательных нарушений. Для этого мы вспомним, как устроена альвеола в норме. Еще раз вспомним. Альвеола выслана изнутри сурфактантным слоем, которое дальше идет альвеолярная мембрана, которая создает как раз аэрогематический барьер. Альвеола выслана сетью капилляров, которые оплетают это альвеолу. И происходит в норме газообмен. СО2 выходит в просвет, альвеола выводится наружу. Я повторюсь, это называется процесс вентиляции. Кислород проникает через альвеолярную мембрану, насыщая капилляр, насыщая эритроциты кислородом. И дальше это отправляется все в большой круг кровообращения. Так вот, что происходит в подавляющем большинстве случаев, когда ребенок рождается. И я хочу здесь сделать акцент на том, что мы сейчас с вами хронологически идем, мы поговорили, буквально два слова сказали об антонатальной истории, мы поговорили о развитии легких. И вот мы приходим к тому моменту, когда ребенок рождается и начинает развивать дыхательные нарушения. То есть мы идем хронологически в том порядке, в котором мы имеем дело с этими новорожденными. Так вот, и при респираторном дистресс-синдроме, и при пневмонии, при врожденном сепсисе в той или иной степени происходит либо дефицит сурфактанта, в результате которого альвеола коллобирует, либо мы имеем дело с вторичной инактивацией сурфактанта при воспалительных изменениях, при котором альвеола коллобирует. И что такое коллапс альвеол? Когда коллобирует какая-то условно часть альвеол, снижается растяжимость легких. То есть ребенку требуется больше усилий для того, чтобы легкие расправить. И чем больше процент альвеол вовлечены вот в этот процесс коллобирования, тем, соответственно, более выражены дыхательные нарушения у новорожденных. И здесь внимание, у тех, у которых есть дыхательная мускулатура, достаточная для того, чтобы компенсировать вот этот процесс коллобирования альвеол. И те дыхательные нарушения, которые мы видим у детей с рождения, мы, эти дыхательные нарушения, они, собственно говоря, не что иное, как демонстрация ребенком того, что у меня коллобирует альвеолы. Коллапс альвеол приводит, как я уже сказал, к снижению растяжимости легких и к возрастанию дыхательных нарушений, которые мы наблюдаем у детей разного гистационного возраста. И повторюсь, чем более зрелый ребенок, тем интенсивнее эти дыхательные нарушения могут выглядеть. Это втяжение уступчивых мест грудины, западение мечевидного отростка. Это на вдохе западение грудной клетки, поднятие живота, то есть дискордантное такое дыхание. Это втяжение межреберных промежутков, это раздувание крыльев носа, это то, что мы видим у новорожденных, это биологический такой механизм снижения аэродинамической резистентности, раздувание крыльев носа, то есть увеличение диаметра воздухоносных путей. И, наконец, стон, который является ничем иным, как попыткой ребенка создать естественное биологическое давление в конце выдоха, для того, чтобы не дать вот этому процессу прогрессировать коллабирование альвео. Так вот, первая сторона медали вот этого процесса заключается в том, что у ребенка начинает прогрессивно снижаться растяжимость легких и нарастать дыхательное нарушение. При том, что эти дыхательные нарушения, я хочу сказать, что вот у глубоко доношенных, новорожденных, у которых нету, границу здесь провести очень трудно. На каком этапе, при каком гистационном возрасте эти дыхательные нарушения будут выражены, а на каком гистационном возрасте ребенок сразу даст опное и не сможет дальше дышать, или даже сможет, но будет выглядеть это как бродепное, или наоборот, мы можем даже не оценить, что у ребенка есть дыхательные нарушения, хотя фактически коллапс альвеолу будет случаться, будет происходить и прогрессивно нарастать. Но мы будем это не видеть в силу того, что у ребенка просто отсутствует в достаточной мере мускулатура, которая могла бы нам продемонстрировать вот эти эффекты, визуальные эффекты, которые мы видим в тяжении уступчивых с мест грудины и так далее, которые были перечислены. Итак, коллапс альвеолу равно снижение растяжимости, равно развитие дыхательных нарушений. Но это одна сторона медали. Вторая сторона медали – это то, что происходит с сосудистым звеном, с перфузией. То есть мы с вами сейчас поговорили о том, что происходит с вентиляцией. Она в коллабированные альвеолы, вентиляция прекращается. Выведение СО2, соответственно, там не происходит. Равно как и не происходит в этой альвеолы оксигенация. Так вот, вторая история, вторая сторона этой медали заключается в том, что выключается капиллярный кровоток в альвеоле, который коллабирует. И начинают работать шунты. То есть начинается работать легочные шунты. Происходит шунтирование крови. И это шунтирование, надо понимать, что если капилляры в альвеолах имеют достаточно емкий бассейн, они имеют эти капилляры, когда функционируют полностью, имеют достаточно низкое, нормальное сосудистое сопротивление, то как только выключается эта капиллярная сеть и начинают работать шунты, эти шунты, они по диаметру и по своему общей площади гораздо меньше, чем эта капиллярная сеть. Здесь, соответственно, давление возрастает в этих шунтах, поскольку объем из сердца, из правого желудочка по легочному стволу и правой, левой легочной артерии, которые проходят в легкие, объем этой крови, по идее, должен качаться. Происходит выброс этой крови в том же объеме, что и до коллабирования. Но после коллабирования теперь этот объем крови проходит не через капиллярную русну с низким сосудистое сопротивлением, а через шунты. Кроме того, что возникают гемодинамические нарушения, которые мы видим у ребенка, которые, опять-таки, немножко забегая вперед, когда мы видим у ребенка нарастание остросердечной сосудистой недостаточности, а у детей не бывает исключительно правожелудочковой недостаточности или левожелудочковой недостаточности. У детей возникает сердечная недостаточность сразу по всем желудочкам и по всем типам, и в малом круге, и в большом. И в этой связи нам приходится назначать кардиотоническую терапию, вазокрессорную и так далее. Но это одна сторона, это как бы одна часть проблемы. Вторая часть проблемы заключается в том, что есть определенный процент шунтирования крови, когда это никак не будет симптоматически проявляться. То есть, со времен ковида мы знаем, что у взрослых есть некий процент, до 25% легких могут быть поражены. И при этом человек может спокойно дышать комнатным воздухом. Почему? Потому что до определенного процента, даже если альвеолы выключены из процесса дыхания и там идет шунтирование, здоровый пул альвеолы, где сохранен кровоток и газообмен, берет на себя функцию компенсации этого процесса. И здесь особенность этого процесса заключается в том, что коллабирование может происходить и проградиентно нарастать, но мы никак этого не увидим. Пульсоксиметр будет показывать стойкую нормальную сатурацию, при том, что ребенок будет дышать еще комнатным воздухом. И он не будет требовать дополнительной оксигенации. А в это время уже альвеолы начинают коллабировать, и процесс шунтирования начинает нарастать. Так вот, считается, что если процесс шунтирования превышает какую-то величину, мы не можем сказать, какой процент шунтирования у какого сагистационного возраста будет проявляться уже клинически, то есть инструментально точнее. Но мы знаем точно, что газовый анализ крови, пульсоксиметрия, рентгенологическое исследование, которое будет сделано на этапе, когда альвеолы, уже какая-то часть их коллабирована, и ребенок развивает дыхательные нарушения, если у нее есть мускулатура, не покажут нам ни гипоксии, никаких других отклонений, даже при наличии того, что у ребенка уже начался процесс шунтирования. Потому что большая компенсаторная способность у новорожденных тем, чтобы компенсировать здоровыми участками альвеол вот этот патологический процесс. И здесь есть нюанс. У детей, повторюсь, у которых развита мускулатура, первым признаком этого процесса коллабирования это будет развитие дыхательных нарушений. И лишь потом, как только этот процесс коллабирования превысит какой-то определенный критический процент охвата, то начнется уже снижение сатурации, и ребенок такой будет требовать кислорода. С клинической точки зрения, если ребенок с дыхательными нарушениями начал требовать дополнительной оксигенации, я имею в виду спонтанно дышащий пациент, да и не только, он начал требовать дополнительной оксигенации, это значит, я имею в виду сейчас, точнее скажу про конкретно, про спонтанно дышащего ребенка. Если он начинает требовать дополнительной оксигенации, это значит, что лечить такого ребенка надо было несколько часов назад, а то и полсуток, часов 12 назад. Потому что как только ребенок спонтанно дышащий, который развивает дыхательные нарушения, начинает требовать дополнительной оксигенации, это значит, что уже значительная часть альвеол у него коллабирована. И теперь, как происходит обычно, нередко, я бы не скажу обычно, я знаю, что огромное количество перинатальных центров и акушерских стационаров знают эти нюансы, знают эти особенности и начинают лечение достаточно рано. Но в то же время до сих пор сохраняется эта проблема, когда спонтанно дышащий пациент ему дают дополнительный кислород, потом увеличивают дотацию кислорода, и начинается все лечение уже тогда, когда такой ребенок уже требует высоких концентраций кислорода, тогда его только переводят в палату интенсивной терапии, начинается терапия СИПАП, она бывает уже неэффективна, переводят на ИВЛ, и дальше жесткие параметры, высокие концентрации кислорода, высокие дозы, соответственно, кардиотоников, вазопрессоров, потому что шунтирование, я говорю само по себе, как я уже сказал, приводит к гемодинамическим нарушениям, даже может привести к шоку. И почему не получается, если поздно начинать расправление альвеол, почему это не... Почему, когда это начинается, этот эффект, начинается этот процесс нашего вмешательства уже давлением, почему это не приводит зачастую к успеху, к быстрому регрессу этой симптоматики, потому что если альвеолы коллабированы, и этот процесс, уже экспозиция этого процесса достаточно долгая, то на месте просто коллапса возникает так называемая консолидация. И вот эта вот консолидация, которая сопровождается, или точнее обусловлена тем, что идет пропотевание белков плазмы в просвет альвеол, поскольку нарушаются все барьеры, белки плазмы окончательно инактивируют сурфактант. Как раз та наша старая история про формирование гиалиновых мембран, это как раз и есть те самые белки, которые пропотели в просвет альвеол. Или же при воспалении, если эта альвеола еще поражена воспалительным процессом, то здесь создается точный процесс консолидации, который уже просто так давлением не расправить. Здесь либо потребуются уже очень жесткие параметры, причем высокочастотной вентиляции, либо какие-то маневры рекруинтных, но уже не такого, когда мы просто создаем какое-то постоянно положительное давление или даже неинвазивную вентиляцию, а когда требуются действительно высокие цифры, на которые многие идти боятся. И это тоже, к сожалению, факт. Но потребность во всех вот этих серьезных и жестких интервенциях в подавляющем большинстве случаев, это наша с вами, не побоюсь этого слова, гетерогения, когда упущено время по тому, чтобы расправить альвеолы вовремя. Так вот, у крупных детей, про которых мы сейчас как раз проговорили, первые признаки демонстрации того, что альвеолы коллабируют, это нарастание дыхательных нарушений. А вот у глубоко недоношенных пациентов, у которых не развита дыхательная мускулатура, у этих пациентов в первую очередь они продемонстрируют нам то, что у них коллабирует альвеолы, начался процесс шунтирования тем, что они начинают требовать какой-то дополнительной оксигенации. И я повторюсь, что нельзя провести четко границу, у каких детей на первый план выйдет дыхательные нарушения, а потом снижение оксигенации, а у кого сначала выйдет на первый план, выйдет именно снижение оксигенации. Где проходит эта граница? Сказать очень трудно, но понятно, что она проходит как раз на границе где-то 30-32, может быть, у некоторых и взрослых, и у некоторых зрелых детей бывает и 28 недель гистации, но совершенно очевидно, что дети 24-25 недель, 26-27 недель, они, как правило, в первую очередь будут демонстрировать, у них тоже будет происходить, безусловно, весь этот процесс, он абсолютно универсален. Он, кстати, универсальный для взрослых, с тем исключением, что у взрослых может иногда при некоторых патологических процессах, как, например, при ковиде, сразу начаться процесс консолидации, начнут работать шунты, и когда давление здесь, может быть, не очень будет эффективно, когда действительно кислородотерапия, это я делаю немножко такой отсыл к взрослым, там кислородотерапия будет оправдана, именно начало кислородотерапии, а не давление. И у нас, что мы можем предложить ребенку, у которого вот этот процесс есть? Давление. Давление, потому что в подавляющем большинстве случаев, практически в 99% случаев, у новорожденных, которые начинают развивать дыхательные нарушения с ротблока, когда поступает ребенок из родильного блока, мы имеем дело именно с коллабированием Альвео, а не с начальной консолидацией. Да, иногда бывают дети, которые рождаются с тяжелой пневмонией или тяжелым сепсисом, где есть уже инфильтрация и очаги, и там в этих участках есть моменты консолидации, но все равно это не исключает общего подхода, потому что никогда не бывает так, что в легких изолировано происходит только один процесс коллабирования, а не консолидации. Как правило, что-то преобладает, но в подавляющем большинстве случаев мы имеем с вами дело с пациентами, у которых именно идет процесс коллабирования Альвео. И здесь вот на левой картинке, на левом мультипликационном слайде мы можем видеть, что происходит в легких, когда мы создаем давление или же, здесь я делаю акцент, если ребенок находится на неинвазивной респираторной терапии, и у него продолжается процесс коллабирования Альвео, поскольку не всем помогает СИПАП с давлением 6-5-6 см водного столба, если мы вовремя переводим ребенка с СИПАП на следующий уровень респираторной поддержки или вводим сурфактант с той же целью, но уже на фоне постоянного положительного давления для его оптимального распределения, то тогда мы действительно получаем вот такую картину, если мы делаем это быстро по показаниям, то мы, соответственно, профилактируем вот этот процесс. А на правом слайде часть ролика, которую многие из вас видели, это микропрепарат, это легкие ягненка, это что происходит, фактически иллюстрация, живая иллюстрация того, о чем мы с вами говорим, что при коллапсе альвеол не кислородотерапия, а давление или переход на следующий уровень респираторной терапии позволяет мобилизовать альвеолы, которые могут быть мобилизованы, если это коллабирование произошло, так скажем так, недавно, могут быть мобилизованы и вновь вовлечены в процесс вентиляции, что, соответственно, улучшит растяжимость легких, улучшит их, повысит площадь газообмена и, самое главное, нивелирует то шунтирование, которое патологически влияет не только, создает предпосылки для гипоксии, является причиной гипоксии, но и является проблемой, проявляется предпосылками для развития различных гемодинамических нарушений. Другими словами, если вовремя, своевременно, спонтанно дышащего ребенка перевести на неинвазивную респираторную поддержку или ребенок, который находится на неинвазивной респираторной поддержке, своевременно, не быстро, не рано, не поздно, а своевременно перевести на, дать ему сурфактантную терапию, или если это доношенный пациент, а я повторюсь, доношенные пациенты, они также изначально могут нуждаться в СИПАП-терапии, но только если очень быстро, надо понять, если она у них неэффективна, значит, скорее всего, это пневмония, надо быстро переводить ребенка на следующий уровень респираторной поддержки, на искусственную вентиляцию легких. Так вот, только тогда мы с вами сможем избежать вот этого патологического процесса, двух патологических процессов связанных, первый связан с коллабированием, второй связан вытекающим из первого, это с шунтированием. И тогда действительно нам у нас в отделении мы столкнемся с тем, что длительность респираторной терапии у детей там старше 33 недель не будет превышать максимум двух-трех дней, и на пятый день мы можем перевести такого ребенка в отделение патологии новорожденных, как бы он не был бы тяжел изначально, и только единичные дети с тяжелым врожденным сепсисом, и, как правило, это подтвержденные сепсисы, сепсис, вызванный Шерихи и Коли, с высевом в крови, или сепсис с высевом с трептококку группы В, тоже из крови, только эти дети действительно будут требовать высоких концентраций кислорода, в какой-то степени относительно более длительного нахождения на искусственной вентиляции легких, за счет того, что у них не только будет процесс коллобирования, но и консолидация отдельных альвеол, которые просто так сразу без купирования воспалительного процесса не расправятся. И еще один очень важный момент, который мы знаем со времен, когда еще были первые исследования, посвященные высокочастотной вентиляции. Это такой постулат, который гласит, Если у ребенка, и здесь речь идет об острой фазе заболевания, и здесь речь идет о респираторном дистресс-синдроме и о пневмонии, другими словами, о гомогенных заболеваниях легких, если у пациента, пациент требует меньше, чем 30% кислорода, это говорит о том, что у него практически все альвеолы вовлечены в процесс дыхания. Если ребенок требует более 30% кислорода, это значит, что значимая часть альвеол коллобирована и идет процесс шунтирования. Значит, ребенок уже не может компенсировать здоровыми альвеолами и дышать комнатным воздухом, он будет требовать дополнительной оксигенации. Это значит, что надо... Почему 30% потом вошли во все... Здесь двоякая история. Почему 30% является тем критерием, выше которого уже мы вводим сурфактант, выше которого мы переводим ребенка с одного уровня респираторной поддержки на другой, комбинируем эти методы. Но поскольку у нас вот школа ими профессора Антонова, у нас многие уже были на рабочих местах, и я думаю, что коллеги, которые у нас были, не дадут соврать, в первые сутки заболевания, острого заболевания, коллеги, которые у нас были, не видели никогда, чтобы ребенок наблюдался на СИПАП с 60% кислородом или на традиционной искусственной вентиляции легких с 50% кислородом. Это значит, что или, например, на высокочастотной вентиляции с какой-то высокой концентрацией кислорода, если у этого ребенка нет первичной выраженной легочной гипертензии, а такой бывает тоже единичный случай в год. Повторюсь, более чем 30% кислорода, это значит, альвеолы не все вовлечены в процесс дыхания, это значит, наша задача либо дать большее давление, либо провести маневр рекрутмента. О том, как он проводится на высокочастотной вентиляции, мы будем говорить, когда будет речь о высокочастотной вентиляции. Мы сейчас говорим о концепции. Так вот, вся концепция нашей респираторной терапии в нашем отделении, это заключается в простом тезисе. С самого рождения расправить альвеолы и не давать им спадаться на всем протяжении респираторной терапии вплоть до снятия ребенка с респираторной терапии, которая заканчивается СИПАП или чем-то. СИПАП, как правило, заканчивается. Мы не экстубируем детей просто на спонтанное дыхание. Поэтому, возвращаясь к ребенку, который спонтанно дышит, мы повторяем, что сама по себе кислородотерапия, мы – это коллектив, коллектив нашего отделения, в том числе и те, которые стояли у истоков этой концепции, которые выпустили ряд статей, работ, проведены исследования на эту тему, эта концепция доказана не только временем и своей эффективностью, но и научными данными, сейчас я о них чуть позже скажу. Таким образом, спонтанно дышащий ребенок, если развивает дыхательные нарушения, которые превышают определенную степень, это перевод на СИПАП, на высокопоточные конюли, на инвазивную вентиляцию. И уже проведение оксигенотерапии возможно на фоне, только на фоне постоянного положительного давления, но до определенной величины. Чуть больше 30%, это говорит о том, что нужно это давление увеличивать, или вводить сурфактан для того, чтобы поддержать альвеолу расправленное состояние, расправить спавшиеся с помощью того же давления, или переводить ребенка на высокочастотную вентиляцию, или комбинировать одно с другим, или переводить на традиционный ВЛ, и так далее. Я не буду останавливаться, собственно, на том же. Это уже в рекомендациях поведения детей с респираторным дистресс-синдромом, собственно говоря, отражены те аспекты, патоморфологические, функциональные, о которых мы с вами, патофизиологические, которые мы с вами проговорили. Почему именно 30% выбрано как критерий, а не что другое? Хотя на самом деле эти 30%, вот приход к этой границе 30%, он шел с двух сторон. С одной стороны, понимание, что 30% это действительно критерий, по которому можно судить, все ли альвеолы расправлены или нет. И второе, это те исследования, которые говорили о том, что вот именно на, если давать ту же самую сурфактантную терапию до того, как у ребенка возрастет концентрация кислорода выше 30%, в сравнении с тем, как если дать сурфактантную терапию, назначить, когда у ребенка кислородотерапия требуется менее 30% или равно 30%, было показано, что, конечно, при 30% вот этой границе, а сейчас уже вышли исследования, которые показывают и на 25% границе более эффективное введение сурфактанта. Так вот, эти исследования показали о том, что вот эта граница, она оптимальна со всех точек зрения. И с точки зрения патофизиологии, и с точки зрения эмпирической опыта, которая вылилась уже в доказательную медицину. Почему мы говорим о том, что здесь можно задать вопрос? Собственно говоря, понятно, что 30% детей, которые рождаются путем кесарево сечения, у 30% детей мы увидим некие дыхательные нарушения и стон. В какой, почему, ну что, всех детей, которые стонут, должны проводить им респираторную терапию методом СИПАП, когда понятно, что эти дети, огромное количество и большой процент, у них разрешится эти дыхательные нарушения самостоятельно. Мы же не знаем в первые минуты или часы жизни, транзиторное ли это, хипное, пневмония ли это, или респираторный дистресс-синдром у 36-недельного ребенка. Пойди разберись, что это такое. И зачастую по рентгену мы это сказать не можем. И, как уже было сказано, газовый состав крови, о котором много говорят, ничего не скажет. И здесь я еще раз хочу подчеркнуть. Тот момент, когда ребенок начинает декомпенсировать по газовому составу крови, когда у него нарастает гипоксия, возрастает гиперкарбия, снижается сатурация, он требует дополнительной оксигенации. Это свидетельство того, что лечить этого ребенка надо было гораздо раньше. И если начать их, начать респиратурную терапию по результатам инструментальных каких-то показателей, снижение сатурации, или изменение газового состава крови, респиратурный ацидоз, мы всегда будем опаздывать. И всегда в этой ситуации будут дети гораздо более тяжелые в сравнении с тем, как если бы мы обратили внимание на клинические признаки того, что такой ребенок ухудшается, на степень выраженности дыхательных нарушений. Почему именно оценка по... И почему именно шкала Сильвермана выбрана здесь, и почему оценка 3 балла, более подробно мы будем с вами разбирать. Я вам буду показывать эти исследования еще раз и еще раз, хотя об этом на моей памяти уже речь идет лет 15 точно. Вот наш национальный центр, мы уже лет 15, наверное, говорим об этом, но все равно приезжая в стационар, мы видим эту картину, когда ребенок на СИПАП, на 60% кислородии, ничего, так сказать, с ним не происходит, никто его не переводит на следующий уровень респираторной терапии. Речь идет о том, что было доказано, что именно оценка до 3 баллов говорит о компенсированном респираторном статусе на фоне проводимой респираторной терапии. То есть речь идет о том, что эта шкала, которая изначально была создана вместе со шкалой Доуном, одна чуть раньше, другая чуть позже, эта шкала была создана совершенно для другого. Она была создана для того, чтобы, вот как Пирогов создал систему сортировки раненых на войне, когда вот этих раненых нужно, вот этого раненого там, нужно срочно оперировать и отдать его в руки хирургам, этого перевязать обратно в бой, а этому там двойную дозу морфина и священника. С ним ничего уже, так сказать, сделать невозможно. Вот это такая сортировка, она привела к тому, что те, кто требовал хирургию, получали хирургию, те, кто требовал, те, кто уже умирал, им невозможно было провести им какую-то респираторную, ой, господи, невозможно было провести им операцию, они не загружали хирургов. Вот примерно для таких же целей были созданы шкалы, когда не было практически в нашем понимании сегодняшнем, в современном представлении той респиратурной терапии, того выхаживания новорожденных, не было, естественно, ни сурфактантной терапии, ничего, и нужно было просто сортировать, так, этот ребенок, ему можно дать кислород, тогда не было понимания, что нужно ребенку давление, вот этому кислороду, здесь можно что-то сделать, и этого ребенка, значит, он можно не трогать, так, а этого ребенка, его нужно там срочно в палату интенсивной терапии попытаться сделать хоть что-то, а вот этого ребенка здесь, к сожалению, уже ничего нельзя сделать. Так вот, на сегодняшний день, если мы говорим о том, что коллапс Альвеол приводит к снижению растяжимости, и как следствие к развитию дыхательных нарушений, то есть некая граница, вот когда эти дыхательные нарушения требуют нашей помощи, респираторной терапии, и когда они не требуют. И вот эта граница, как раз, была доказана, проходит, доказана была еще, когда Елена Николаевна Байбарина была ведущим научным сотрудником в нашем отделении реанимации, и эта работа была выполнена под, это я уже, видите, забегаю вперед, я буду подробнее о ней разговаривать чуть позже, работа была выполнена в нашем отделении, работа была выполнена Ольгой Александровной Борисеевич, тогда эту технологию СИПАП я привез в наше отделение из Стокгольма, но я к тому времени уже был кандидатом наук, а Ольга Александровна как раз защищалась, и вот эта тема СИПАП и новорожденные, как раз Елена Николаевна была руководителем этой работы, и тогда как раз было выяснено, что до трех баллов можно ребенка оставить в покое, три балла и более надо начинать респираторную терапию, давление методом СИПАП, и вот здесь на сегодняшний день эта шкала, мы ее используем, я не скажу, что нельзя использовать шкалу Доунс, ее можно использовать, просто в шкале Доунс есть такая режущая строка, режущие глаза строка, которая говорит о том, что оценка кожных покровов при дыхании ребенка комнатным воздухом 40% кислородом или более 40% кислородом, и там оценивается, то есть там подразумевается вас, что ребенок может быть цианатичным при дыхании 50% кислородом, или он может быть цианатичным уже при дыхании до 40% кислорода, в нашем понимании, если ребенок цианатичный и дышит кислородом, это значит, что этого ребенка уже упустили, то есть этого ребенка уже надо было 100 лет назад лечить, и вся сегодня современная тактика респираторной терапии, она как раз должна быть направлена на профилактирование этого состояния, поэтому шкала Доунс, она была, собственно говоря, вот в этом степени для этой цели менее удачная, а вот шкала Сильдермана, хоть она и субъективная, хоть она и требует все равно обучения, внимания, отслеживания, сейчас мы делаем попытки ее видеофиксации, компьютеризации, будет создана определенная программа, при которой считывает, камера смотрит на частоту дыхания и на активность движения грудной клетки, и соответственно выдает, компьютер создает, выдает, так сказать, прогоняет эту информацию через определенную программу и выдает сам сигнал тревоги, когда ребенку требуется проведение, усиление респираторной терапии. Так вот, на сегодняшний день, пока эта программа только, и это я с вами познакомил просто с нашими разработками, которые пока только проводятся, с нашей разработкой, а вот то, что шкала Сильверман и оценка по шкале Сильверман является не просто полезным, а необходимым, с нашей точки зрения, абсолютно необходимой процедурой для оценки степени выраженности дыхательных морозонарушений, чтобы не упустить ту ситуацию, когда ребенок требует ужесточения параметров или перевода на следующий уровень респираторной терапии, но это не происходит, потому что у него там видите ли, нормальная сатурация и газовый состав крови при этом компенсирован. Так вот, для тех, кто сомневается, что можно проводить оценку по шкале Сильверман не только доношенных детей, не только детей на спонтанном дыхании, но и на неинвазивной респираторной поддержке, я отсылаю вот к печатным работам, которым уже более 10 лет, которые были опубликованы в различных изданиях, в том числе и иностранных, где было как раз показано, что вот даже на СИПАП, не даже, а именно на СИПАП, следует оценивать степень выраженности дыхательных нарушений, и если они три и более, то следует переводить, либо вводить ребенка сурфактант, либо переводить ребенка на следующий уровень респираторной поддержки. И вот, собственно говоря, мы сейчас пришли к тому, что вот к схеме, принципиальной схеме, как говорят любители радиоэлектроники, работаем все респираторные службы в нашем отделении, при котором мы имеем, это при том, что у нас сейчас контингент в основном это монохриальные двойни, многие из них имели внутриутробное хирургическое вмешательство, это дети с тяжелейшим инфекционным процессом, и тюран, тем не менее, у нас очень низкий процент ретинопатии, бронколегочной дисплазии, которые, я не буду сейчас здесь озвучивать цифры, они есть и в монографии Овсянникова Дмитрия Юрьевича, посвященной бронколегочной дисплазии, там все эти цифры опубликованы, какой процент бронколегочной дисплазии у наших пациентов, так вот, я хочу сказать, что мы пришли к принципиальной схеме, которая как раз базируется на всем том, о чем мы сейчас с вами только что проговорили, у нас различает, то есть старт, мы стараемся стартовать с неинвазивной респираторной поддержки у любой категории пациентов, естественно, если есть к этому показания, причем у доношенных детей, если они развивают дыхательные нарушения, мы переводим на СИПАП, мы не стартуем с неинвазивной респираторной, с неинвазивной ВЛ, а именно СИПАП, просто в силу того, что у доношенных детей, как правило, дыхательные нарушения чаще всего, когда речь не идет о мекониальной аспирации, когда речь идет о тяжелой асфиксии при рождении, когда ребенок требует искусственной вентиляции легких, когда дыхательные нарушения растают постепенно после родильного зала, и мы не знаем, это что такое, транзиторное тихипное, или это пневмония, это самые частые причины дыхательных нарушений удоношенных, либо пневмония, либо транзиторное тихипное, особенно после кесарево сечения в первые часы это не разобрать, и вот почему здесь СИПАП, они не инвазивная вентиляция, потому что на СИПАП, если это транзиторное тихипное, то это сразу будет регресс дыхательных нарушений через короткое время, если же это пневмония, то долго, то это наоборот будет возрастать потребность концентрации кислорода, или нарастать дыхательные нарушения, что требует уже перевода на, требует уже сразу интубации и перевода на искусственную вентиляцию легких. У детей же недоношенных мы оцениваем сейчас даже не 30% как концентрацию кислорода, а саму тенденцию, особенно это касается глубоко недоношенных новорожденных, особенно это касается новорожденных, там, начиная с 20, там, третьей недели я не скажу, потому что такие дети, как правило, интубированы, 24, 25, 26, там, и так далее, недели, чем меньше гестационный возраст, тем пристальнее мы обращаем на это внимание, как только начинает возрастать потребность кислорода, то есть, был на воздухе ребенок, стал требовать 25%, был 25%, стал требовать 30%, уж тем более, и вот как только этот сам процесс начинает нарастать, мы понимаем, что у ребенка на проводимой инвазивно-респираторной поддержке продолжается процесс коллабирования альвеолы, продолжается процесс шунтирования легких, и уже здоровая часть альвеол не способна компенсировать, что выражается в увеличении потребности концентрации кислорода, что требует введения сурфактанта, или, если этот ребенок имеет достаточно выраженную дыхательную мускулатуру, даже если он еще не требует зависимости от какой-то, не требует дополнительной оксигенации, но у такого пациента начинает увеличиваться степень выраженности, нарастая дыхательных нарушений, и она переходит за 3 балла, тогда мы понимаем, что такому ребенку нужна заместительная сурфактантная терапия. И сейчас мы уже, когда мы будем разговаривать о заместительной сурфактантной терапии, я буду говорить об исследовании, которое завершилось у нас в отделении, уже многие об этом исследовании слышали, мы готовим публикации эти данные более подробно, чтобы вам могли их изучить, мы надеемся, что эта статья будет опубликована в журнале «Ноонатология» в следующем году. Так вот, сейчас мы говорим о том, что все-таки сурфактантной терапии следует проводить и поздним недоношенным в том числе, и первично, и повторно, и у глубоко недоношенных обязательно мы повторно проводим, у детей с поздних недоношенных мы повторно, как правило, не проводим, мы вновь оцениваем клиническую картину таких пациентов, и если здесь есть одно из двух этих критериев, либо возрастание концентрации кислорода до 30%, либо по шкале Селвермана степень дыхательных нарушений, степень выраженности их превышает 3 балла, мы переводим на искусственную вентиляцию легких. Высокочастотная ассоциаторная вентиляция, почему мы сейчас используем исключительно ее? Я не буду углубляться сейчас в детали, я лишь скажу, что высокочастотная вентиляция легких при правильном использовании, она наиболее точно отражает и позволяет соблюдать вот это правило с поддержанием альвеолы в расправленном состоянии. Дело в том, что искусственная вентиляция легких, как бы она не проводилась бы грамотно, она все равно создает предпосылки для неравномерной вентиляции. Все равно какая-то часть альвеол, для какой-то части альвеол, который уже процесс коллабирования уже может перейти в начинается процесс консолидации и там уже даже с помощью того же создаваемого пикового давления не все альвеолы могут расправляться. Для каких-то альвеол, особенно после введения сурфактанта, пиковое давление будет избыточным и все это способствует прогрессированию ИВЛ-ассоцированного повреждения легких. Поэтому высокочастотная вентиляция при грамотном ее использовании, при соблюдении всех правил безопасности, о которых мы будем говорить, она способствует, то есть это тот же самый СИПАП, только на более высоком технологичном уровне, по-другому можно сказать. И вот этот вот использование высокочастотной вентиляции на сегодняшний день у нас практически заменило искусственную вентиляцию с исключением тех случаев, когда интубации требует пациент, у которого нету как таковых проблем с легкими. И здесь сноска есть, что это кто это дети? Это дети, которые родились в тяжелой асфиксии или в средне-тяжелой, которые потребовали интубацию в силу того, что у них гипоксические и шимические энцефалопатии в той или иной степени. Или при аспирации микониальными вводами, например, в какой-то степени мы тоже можем начать иногда, не всегда начинаем с высокочастотной вентиляции, хотя, если это тяжелая аспирационная пневмония, микониальная аспирация, тяжелая микониальная аспирация, то высокочастотная вентиляция, она там незаменима. А также у детей некоторых с экстремально низкой массой тела, у которых, например, в силу сепсиса, например, и метаболического ацидоза, у них ингибируется дыхательный центр, который, собственно говоря, у них развивается бродипное, им просто требуется какая-то респираторная поддержка, но при этом не требуются жесткие параметры, поэтому иногда некоторым детям с экстремально низкой массой тела мы тоже стартуем с традиционной ИВЛ, то есть когда не требуются жесткие параметры. Если экстраполировать эту схему на тех, кто не использует высокочастотную вентиляцию так широко, то здесь может стоять значок, то здесь обязательно тогда значение повторного введения сурфактанта, оно становится актуальным, вплоть до третьего введения сурфактанта, если следующий шаг у нас не высокочастотная вентиляция, которая расправит альвеолы, и как сурфактант, но только давление будет поддерживать их расправленное состояние, а ребенку будет грозить перевод на ИВЛ, где будет перемежающийся то раздувание, то слепание альвеолы, совершенно с непредсказуемым эффектом, особенно если не контролируется дыхательный объем, особенно если нет датчиков, то тогда тем более возможность избежать этой проблемы путем повторного или даже третьего в день сурфактанта, это будет актуально. В нашем же случае, в той схеме, которую проводим мы, мы используем высокочастотную вентиляцию, я уже сказал, как метод, который более бережно, более того, мы когда будем про нее говорить, я вам покажу исследование, которое показывает, что использование высокочастотной вентиляции позволяет у глубоко недоношенных снизить риск смертности и тяжелый БЛД, и тяжелых неврологических исходов, если высокочастотная вентиляция начата как альтернатива традиционная с первого по четвертый час жизни такого пациента. И, кстати, сказать, забегая вперед, я хочу сказать, что вот именно все дыхательные нарушения и весь, как правило, они приходятся на второй, максимум, третий час жизни, когда все время точка принятия решения, точка, когда приходится ни шестой, ни десятой, ни двенадцатой, как это бывает, а вот второй, третий час это медиана, когда у детей с респираторными нарушениями они требуют, как правило, повышения, перехода на следующий уровень респираторной поддержки. И также экстубируем у детей с высокочастотной вентиляцией при определенных параметрах, однако, при необходимости возможен перевод на традиционный ИВЛ при среднем давлении менее 11 сантиметров водного столба. Если мы достигаем менее 8 на высокочастотную вентиляцию, мы переводим на неназивную респираторную поддержку. Раз уж мы заговорили о высокочастотной вентиляции, я еще раз хочу подчеркнуть, что для того, чтобы ей широко пользоваться, для того, чтобы она безопасно вписалась в весь этот респираторный цикл, как мы сначала СИПАП поддерживаем, объем альвеол, отверженных не спадающимися, пусть так, как мы вводим сурфактант с этой же целью, пусть так, как мы переводим на высокочастотную вентиляцию с этой же целью, если ребенок все равно продолжает развивать дыхательное нарушение. Так вот, несмотря на это, для того, чтобы высокочастотная вентиляция вписалась в этот процесс, и дальше было благополучное снятие этого ребенка и быстрый перевод в отделение патологии, требуется мониторинг не только газа в крови, но и пульсоксиметрии, но требуется также постоянный онлайн мониторинг уровня СО2, для того, чтобы вовремя и быстро менять параметры, потому что, когда берем газы в крови, мы берем их 4, а то и 6, иногда чаще раз, но это все то же самое, что если бы мы ребенка в критическом состоянии измеряли частоту сердечных сокращений 4 раза в сутки или 6 раз в сутки, это кажется нонсенс, так вот, и проводить высокочастотную вентиляцию, не наблюдая у ребенка уровень СО2 онлайн, на самом деле, мы просто некоторые к этому привыкли, но это такой же нонсенс, как не видеть частоту сердечных сокращений, не видеть оксигенацию, это с той даже поправкой, что ребенок, он достаточно толерантен к низкой сатурации, и внутриутробную ребенку была сатурация 60, то есть, я говорю к тому, что даже какие-то более низкие цифры сатурации не так опасны, как колебания уровня СО2, гипокорбия приводит к спазму церебральных сосудов и к формированию параметрикулярной рекомоляции, гипокорбия или перепады способствуют расширению сосудов головного мозга и способствуют развитию внутрежелудочков кровоизлияния, перепады как раз способствуют возникновению всех многих патологических состояний, и для того, чтобы их избежать, обязательно нужно мониторинг, и на сегодняшний день есть аппараты, которые позволяют это делать быстро, удобно, которые калибруются один раз, поставил этот датчик, и дальше наблюдаешь только показатели, мы используем в частности аппарат Синтек, и используем их, и у нас, в общем, мы планируем, не то, что планируем, это позиции нашей школы, нашего отделения, что ребенок, получающий респираторную терапию, у него должно мониторироваться постоянно, и СО2 также. Я на этом хочу остановить нашу историю про, я надеюсь, я достаточно подробно изложил концепцию, то, на чем базируется наша респираторная терапия, в дальнейшем мы уже будем говорить о, в дальнейшем будем говорить с вами уже непосредственно о методах, как проводить СИПАП, как проводить ненвазивную респираторную поддержку с помощью ненвазивной вентиляции, какие бывают особенности и прочее, будем говорить о искусственной вентиляции легких, о традиционной, о высокочастотной, будем говорить о сарфактантной терапии, все это мы будем с вами, обо всем этом будем мы с вами говорить в наших следующих выпусках, и сейчас после короткого перерыва мы перейдем к ответу на вопросы. Коллеги, я хотел продемонстрировать как раз в действии вот тут ту концепцию, о которой мы сейчас с вами говорим. Я покажу вам ролик ребенка, который родился на сроке гестации как раз 36 недель гестации, который начал развивать дыхательные нарушения, и как мы его так вот крупными мазками, как мы его вели, и я хочу об этом как раз сказать. Давайте запускаем ролик. Ребенок, которого мы наблюдаем, мы наблюдаем, он еще не нуждается в дополнительной оксигенации, но уже развивает дыхательные нарушения, причем здесь вот сейчас изображены не такие выраженные, но этот ребенок начинает развивать дыхательные нарушения достаточно быстро и интенсивно, и оценка по шкале Сильверман у этого ребенка достигла трех баллов, после чего мы принимаем решение к введению такому ребенку сурфактантной терапии. Здесь я хочу сделать паузу и сказать о том, что иногда есть, допустим, пароктантальфа, который вводится и быстро распределяется, а есть сурфактанты, которые требуют перевода, у которых длительно наступает эффект в течение получаса, и такие дети нуждаются в переводе на искусственную вентиляцию легких. Этот ребенок был переведен на искусственную вентиляцию легких, выставлены параметры, и здесь вы увидите два способа введения сурфактанта, один из них через закрытую санкционную систему, которая будет заключаться, здесь преимущество заключается в том, что этот ребенок вводится сурфактант без размыкания системы с продолжающимся давлением, и я не призываю, не говорю о том, что это единственный абсолютный метод, я хочу лишь сказать, что он один из возможных, когда отмеряется катетер санационный так, чтобы его кончик не выходил полсантиметра, полсантиметра не выходил за край интубационной трубки, и такому ребенку через этот санкционный катетер путем его прокалывания вводится сурфактант, причем конкретно здесь мы вводим сурфактант, который распределяется дольше, чем сурфактант обычный, простите, не обычный, причем пароктант альфа, и требуется какое-то время для стабилизации этого пациента, он вводится несколькими порциями, и здесь есть также возможность, можно также вводить сурфактант, если мы вынем вот из Y-образного переходника, вынем полностью этот катетер, и запустим катетер непосредственно в интубационную трубку, однако все равно тогда это будет с размыканием, потому что при вынимании катетера все равно функциональная остаточная емкость в какой-то степени будет теряться, хотя требуется все-таки дополнительное исследование, насколько это действительно актуально, вводить с размыканием или без. Этот ребенок потребовал повторного введения сурфактанта, и здесь будет показано, конкретно вот этот ребенок, он продолжал требовать 30% кислород, среднее давление в дыхательных путях было 10 сантиметров водного столба, и через какое-то время этот пациент потребовал снова введения сурфактанта, и здесь ради иллюстрации мы покажем, как отрезается катетер на длину, который не доходит к краям табуционной трубки полсантиметра, и также поскольку этот крупный ребенок, мы вводим сурфактант, который распределяется дольше, чем парактант альфа, парактант альфа мы ввели бы сразу одномоментно, вводится он путем развлекания, так как мы делали это давным-давно, еще до, и так делают до сих пор многие, и этот метод имеет право на существование, вот вы видите транскутанный мониторинг, ребенок находится на респираторной поддержке, дальше здесь пропущена часть, это все идет первые сутки жизни, и к концу суток он все равно развивает дыхательные нарушения, на искусственном вентиляции естественно уже не по каким сильвером мы не оцениваем, это понятно, на искусственном вентиляции легких мы оцениваем какое давление требует ребенок в дыхательных путях, и какой концентрации кислорода ребенок требует, если он требует до 40%, мы можем оставить его на искусственном Если он требует среднего давления для обеспечения нормального дыхательного объема более 10-11 см, порой 12 см водного столба, мы такого ребенка переводим на высокочастотную вентиляцию. Или если ребенок требует больше 35-40% кислорода, такой ребенок переводится на высокочастотную ассоциаторную вентиляцию. Я хочу сказать, что этот ребенок, несмотря на то, что он вот здесь оксигенируется неплохо, но он требовал здесь высоких цифр среднего давления в дыхательных путях. И повторюсь, даже несмотря на то, что он у нас на воздухе, мы такого ребенка, это после введения сурфактанта, он у нас не давал возможности не снизить пиковое давление. И это значит, что для поддержания альвеола в расправленном состоянии такому ребенку требуется значимое давление. Такой ребенок переводится на высокочастотную ассоциаторную вентиляцию. Здесь конкретно были показания, что у ребенка среднего давления было больше 10-12 см водного столба. И такой ребенок максимум сутки-двое нуждается в высокочастотной ассоциаторной вентиляции. И как только высокочастотная вентиляция дыхания среднего давления менее 8 см водного столба, такой ребенок экстубируется и переводится на неинвазивную искусственную вентиляцию легких. Я хочу сказать, что вот такой путь. Львиная доля детей после введения сурфактанта остается на искусственной вентиляции легких. Остается на неинвазивной респираторной поддержке. Где-то 15% детей среди всех поздних недоношенных требуют ужесточения параметров. И эти дети в половине случаев после введения сурфактанта требуют перевода на высокочастотную ассоциаторную вентиляцию. Уже по показаниям. И вот я хочу сказать, что каков бы ни был тяжелый ребенок, пневмония или это, какая-то еще история. Я еще раз возвращаюсь к тому, что на третьи сутки он может иметь и отмечаться повышение параметров. Он может требовать какой-то кардиотонической терапии, потому что, повторюсь, вопрос инфекции, консолидации, альвеол никто не отменял. Но таким детям мы не меняем антибиотики. На антибиотике резерва в первые трое суток, четверо-пятеро точно совершенно, какая бы тяжесть состояния ребенка ни была. И при этом у нас дети в этой категории, весовой категории, не умирают вообще. То есть практически, если кто-то умирает, то это пороки несовместимой жизни или какие-то там эксквизитные ситуации. Но практически мы не наблюдаем от респираторных проблем или от инфекционных проблем, чтобы дети на таком сроке от нас уходили. Несмотря на то, что, повторюсь, они могут развиваться в достаточно тяжелые состояния в первые двое-трое суток жизни. Теперь пришло время ответа на вопросы. Если мы успеваем ввести дексаметазон только один раз, то доза 8 мг будет максимальной или мы можем взять другую дозу? Дело в том, что если разовая доза 8 мг еще как-то приближена к тому, что проводится в исследовании, то дозы больше 12 мг или 24 мг, они нигде не исследовались и никак не доказывалось. Ни их безопасность, ни их целесообразность. Поэтому мы можем говорить только о дозе либо 6 мг, либо 8 мг, это доза, которая указана либо в нашем протоколе поведения детей с РДС, либо в порядке оказания помощи по профилю акушерства. Или же, извините, по клиническим рекомендациям введения преждевременных родов. Кажется, так они называются. В больнице мы давали недоношенным детям кофеин и бензоат перорально. Можно ли так делать или нужно вводить парентерально? Я хочу сказать, что если здесь, сейчас, на секундочку, я выведу инструкцию, включите презентацию, пожалуйста. Вот в инструкции кофеин и бензоат натрия это только раствор для подкожного или субконъюктивального введения. В то время как раствор кофеина цитрата – это раствор для внутривенного введения, для приема внутрь. То есть, другими словами, если вводить что-то перорально, то… То есть, другими словами, если действовать по инструкции, то у нас для этого есть на сегодняшний день препарат. Просто когда был только кофеин и бензоат, и не было цитрата, Ну, тогда мы все понимали, что вводить такой препарат, в общем… Короче, мы все действовали согласно тому, как предписывали наши внутренние рекомендации. Сейчас, когда есть кофеин и цитрат, в общем, можно уже вводить его совершенно спокойно, и перорально, и внутривенно, и при этом мы будем действовать в соответствии, строго соответствии инструкции. Вот вопрос, который звучит постоянно. Получается, что скала Сильверман применима для доношенных детей. И в истории развития новорожденных надо писать степень дыхательных нарушений по Сильверман. Я хочу сказать, что это какая-то очень стойкая заблуждение. Оно сравни тому, что когда считалось, что дети после рождения стонут, потому что у них болит голова или случилась травма шейного отдела. Вот Елена Каланбайбарина боролась с этим заблуждением на протяжении, ну, наверное, лет 20. Пока, наконец, сейчас практически все уже знают, что стон – это прежде всего респираторная проблема, и никакого отношения к боли этот стон не имеет. Вот также стойка, я не знаю, сколько еще должно пройти времени, чтобы уже забыть о том, что эти шкалы – это кто-то пустил когда-то какую-то странную легенду. Наверное, тогда, когда это активно не пользовались ни той, ни другой шкалой, а просто, так сказать, так перекраивали историю под свои представления. И Донс, и Сильверман могут быть использованы и у доношенных, и у недоношенных. Мы предпочитаем конкретно шкалу Сильверман по причинам, которые я уже объяснил. Потому что там в шкале Донс есть плюс, что там оценивается частота дыхания, как один из признаков. А о шкале Сильвермана есть плюс тот, что там отсутствует вот эта строчка, которая связана с тем, что ребенок должен, так сказать, надо смотреть, не синий ли ребенок на каком-то там кислороде. И это, конечно, является, в общем-то, не очень корректной историей. Поэтому вот мы используем шкалу Сильверман. В истории болезни мы пишем про шкалу Сильверман. И на нее ориентируемся сплошь и рядом. И повторюсь, если у маленьких детей мы ориентируемся на кислородозависимость, потому что они в первую очередь ее демонстрируют, то у крупных пациентов, для того, чтобы их не упустить, мы ориентируемся на степени выраженности дыхательных нарушений, именно на их прогрессирование. Я спрашиваю, спрашивается, вы оцениваете ли по Сильверман Доношеных? Мы только по Сильверман оцениваем и Доношенных, и недоношенных. Еще раз отвечаю на этот вопрос. Уважаемый Олег Владимирович, какие могут быть риски занижения докторами оценки дыхательных нарушений по шкале Сильверман, что приводит к позднему началу респираторной поддержки? Ну, здесь я хочу сказать, что здесь на самом деле, когда у нас был разговор с Михаилом Фомичевым на эту тему, очень любопытный, Михаил сначала начал говорить о том, что да, шкала, все это ерунда, на самом деле там важны только газовый анализ крови и, соответственно, там данные пульсоксиметрии. Но когда мы проговорили все те моменты, о которых мы говорим сегодня и сейчас, он сказал, ты знаешь, Олег, на самом деле, действительно, я вот сейчас вспоминаю, опытные доктора, видя степень выраженности дыхательных нарушений, переводят детей на ИВЛ, СИПАП на ИВЛ, не дожидаясь даже газового состава крови. И он говорит, я сейчас понимаю, что у них вот эта вот своя внутренняя вот шкала степени выраженности дыхательных нарушений, она просто сформировалась с опытом, и она действительно соответствует тому, когда мы более трех баллов уже, так сказать, оценим детей по шкале Сильверман. И с тем, собственно, о том, собственно говоря, и порешили, что на самом деле бывает так, что, понимаете, когда мы один раз провели это исследование, не один раз доказали вот эту картину, что можно и доношенных, и недоношенных проводить по Сильверман. И сейчас, спустя уже там 20 лет, ну, совсем не хочется возвращаться к этим исследованиям. Хотя, на самом деле, наверное, ну, мне кажется, это просто была бы чистой воды, но это не очень этично, с моей точки зрения. Хотя такое исследование, как вот какие-то набрать перинатальный центр, который переводит детей, когда они декомпенсируются по газовому составу, и сравнить респираторный статус и исходы у этих детей в сравнении с перинатальными центрами, где переводят детей на следующий уровень респираторной поддержки, ну, крупных детей, не дожидаясь, пока они декомпенсируются, а лишь по степени выражаться дыхательных нарушений. Я абсолютно уверен, что вот если кто-то бы сказал бы, допустим, там, а мы вот тяжелых детей с эфисом переводим, там, когда они декомпенсируются уже там по газовому составу крови, или там с тяжелым РДС переводим, и у нас за три дня проходит все дыхательные нарушения. Ну, вот тогда можно было бы задуматься, потому что у нас, повторюсь, это вот 4-5 максимум дней ребёнок находится, 6, находится в отделении реанимации интенсивной терапии. И добиваемся мы этим как раз вот, тем, что мы переводим своевременно. Какого минимального уровня по СО2 нужно придерживаться при проведении ВЛ? Минимального уровня требуется, конечно, 35. Это если мы говорим про артериальный транскутант. Это, господи, про артериальный уровень СО2. Какой сурфактант вы вводили в ролике? В ролике мы вводили сурванто, и здесь надо сказать, что я ещё раз делаю отсыл к работе, о которой уже была речь в конференции Юга России, которую мы будем ещё подробно разбирать, когда будем говорить о сурфактантной терапии. У крупных детей можно вводить сурфактант любой в дозе 100 мг на килограмм, если это либо куросурф, либо сурванто. Просто смотреть, что дешевле. Мы вводим не что дешевле, а что дороже, но только в силу того, что мы национальный центр, и мы не можем давать монополию какому-то одному препарату, поэтому у нас крупные дети получают сурванто, дети помладше получают пароктант альфа. Хотя, если я призываю самим вам посчитать, в дозе 100 мг на килограмм это уже на половину, практически почти на 50% уменьшит потребность детей в дальнейшем ужесточении параметров. Это речь идет о детях, начиная с 33 недели гистации, и кончая с 36 недели гистации. Уже 37 и выше, мы сурфактант не вводим, там мы сразу начинаем проведение высокочастотной вентиляции. Я показывал в нашей схеме. Так вот, говоря о сурфактантной терапии, хочу сказать, что, наверное, если вводить куросурф в дозе 200 мг на килограмм, то можно достичь еще более значимых результатов. Вопрос в другом, что это получается очень дорого, это огромное количество сурфактанта, и не ясно, насколько это скажется на исходах, в то время как, даже если не проводить никакую респираторную поддержку, ой, простите, если даже не проводить никакую сурфактантную терапию у детей, которые нуждаются в проведении этой сурфактантной терапии, а переводить их сразу на высокочастотную вентиляцию без введения сурфактанта, и при правильном проведении высокочастотной вентиляции просто получится, что все дети, которые ухудшились, они пойдут на ВЧ, ну, в нашей истории, и исходы у них будут тоже неплохие. Вопрос в том, что они просто дольше пробудут на респираторной поддержке, больше будут требовать инотропных и вазопрессорных препаратов, и, но, повторюсь, если такой практики нет, использование высокочастотной вентиляции, а таким детям будет грозить перевод на ИВЛ, то здесь я скорее скажу, что нужно, конечно, тогда использовать тем более сурфактант повторно и один, и два раза, и здесь уже работает и доза 100 миллиграммов на килограмм, и уже смотрите, что будет дешевле в этой дозе для конкретного ребенка. Смотрите, в дозе 100 миллиграммов на килограмм какой препарат будет дешевле, и если вы не связаны никакими политическими соображениями или необходимости использовать это другое, то можете использовать то, что вам больше нравится. Если РДС у поздневедоношенного, то дозу курасурфов 100 или 200, вводим однократно или повторно. Ну, вот здесь, повторюсь, в нашей схеме мы используем дозу 100 миллиграмм на килограмм, хотя не возбраняется использовать и действия. Я уже повторяюсь. Это одна история. Вторая история – это то, что если у вас впереди ребенку светит перевод на традиционную вентиляцию, а не на высокочастотную, тогда лучше бы делать ему повторное. Тоже 100 миллиграммов на килограмм. А если же у вас есть возможность потом, если он ухудшится, перевести на высокочастотную вентиляцию, то можно и повторное введение не осуществлять. Потому что длительность респираторной поддержки и длительность пребывания в отделении я вам озвучил именно у этих категорий детей именно при однократном введении сурфактанта в дозе 100 миллиграмм на килограмм. Какая оценка была по Сильверману была у этого больного перед интубацией? Вводить сурфактант удобнее вдвоем. Значит, у этого ребенка было 4 балла. У него было западение верхней... Не очень, может быть, это было отражено в фильме. У него было западение верхней части грудной клетки на вдохе, поднятие живота. У него был экспираторный... Я не знаю, там были шумы, слышно, что этот ребенок очень громко стонал. Это уже 4 балла по Сильверману. Ну, не говоря уже о втяжениях устопчивых мест, которые можно было даже написать, сделать даже на 5 баллов можно было и натянуть такого ребенка. Вводить сурфактант удобнее вдвоем? Да, в принципе, удобнее вдвоем. Просто не всегда я специально показал, так сказать, вот ту картину, когда доктор один, и это было на дежурстве, это живая съемка, это не такие непостановочные моменты, это то, что происходит на это самое. Хотя, конечно, для удобства прекрасно, когда помогает кто-то еще. Имеет ли значение пролечение поздних недоношенных с дыхательным нарушением аускультативные данные? Если дыхание проводится по всем полям и нет крепитации, можно ли обойтись только респираторной терапией без введения куросорфа? Аускультативная картина нам будет актуальна только в том случае, если мы экспираторные шумы будем слышать на расстоянии для оценки по Сильверман, или кто-то любит, если по Доунс, но, повторюсь, у нас опыт исключительно по Сильверман. В других случаях аускультативная картина будет мало информативна, потому что крепитация может говорить совершенно о разных состояниях. Ребенок с жесткими легкими может не иметь никакой крепитации, бить и проводиться по всем полям, но при этом у него уже вовсю будет отэлектозирование, наоборот, это будет очень жесткое дыхание, и наоборот, ребенок может иметь крепитацию, но при этом иметь невыраженные дыхательные нарушения и невыраженную зависимость от дополнительной оксигенации и не требовать кислородотерапии, и не требовать введения сурфактанта. Поэтому это вопрос такой, очень обтекаемый. Поэтому аускультативные данные нам нужны не для того, чтобы принять решение о введении сурфактанта, а просто для того, чтобы описать респираторный статус ребенка. Ребенок синхронизирован, медикаментозная седация, рутинно используется, медикаментозная седация у поздних и наношенных новорожденных. Здесь надо сказать, что конкретно этому ребенку, поскольку у него было активное, очень выраженное дыхательное нарушение, ему был введен небольшая доза диазепама, но поскольку мы не знали, будет ли ребенок экстубироваться после введения сурфактанта или он потребует в дальнейшем ужесточения параметров, то такому ребенку больше никакой седации произведения не было. Обезболивание было произведено такому ребенку стандартно за несколько минут до вентиляции, до интубации, там просто не было процесса интубации, и в момент интубации глюкоза была назначена в рот. Этот ребенок в дальнейшем, как только стало понятно, что после введения сурфактанта он не отдает, простите за сленг, не позволяет снизить пиковое давление, у него нарастает пиковое давление для обеспечения удовлетворительного дыхательного объема и достигает 25 сантиметров, и уже среднее давление поднялось. Вот тогда этому ребенку был назначен уже и фентанил капельно, и переведен такой ребенок на высокочастотную вентиляцию. И вообще, у нас такой критерий, это наш внутренний протокол, что если ребенок нуждается на высокочастотной вентиляции в среднем давлении более 15 сантиметров водного столба, такому ребенку обязательно добавляется фентанил в энергизирующей дозе. Если ребенок обходится на более низких значениях среднего давления, то мы убираем такому ребенку седацию и обезболивание, и дальше ориентируемся на шкалу боли НПАС, по которой, собственно говоря, мы отслеживаем, ребенок требует ли обезболивание или нет. Потому что ребенок и на низких параметрах может требовать обезболивание, если он будет демонстрировать по шкале НПАС эту потребность медиагоментозной анергезии. Перемиссивная гиперкопния терапия. Сколько дней можно продолжить? Показания, противопоказания. Ну, на сегодняшний день перемиссивная гиперкопния это такое очень достаточно обтекаемое и растяжимое такое понятие. И все зависит от того, какой уровень ПАЖ при этом поддерживается. Потому что бывают дети с ПЦО2-60 и ПАЖ при этом 7,3-7,25. И это вполне допустимо. А бывает ребенок, допустим, у которого уровень СО2 в крови, напряжение СО2 в крови 50 или даже 55, а при этом ПАЖ, именно респираторный компонент, 7,2, что, конечно, мало. Хотя бы нижняя граница уровня ПАЖ это 7,22. Это нижняя граница, ниже которого опускаться не следует, потому что там начинаются различные уже метаболические серьезные нарушения. Поэтому ориентируемся больше по ПАЖ. И, конечно, гиперкопния больше 60 в общем нежелательная. В каких случаях, я уже сказал по рекомендации, что препаратом выбора седация, читалось при высоте житойной седации. Я как раз про это только что сказал, что при боли 15 см нужно обезболивание и седация. Так, извините, вопрос не по теме. На какие сутки у недоношенных детей производите смену венозного доступа, удаляйте пупочный катетер? По ситуации, если не требует ребенок и катетер стоит, то можно и до 5 суток он у нас держится в пупочный катетер. Если какие-то проблемы с кишечником малейшие, либо какие-то еще другие проблемы, то мы можем или, допустим, на рентгенографии после постановки пупочного катетера видно, что он пошел в печень, тогда мы уже следующим этапом ставим высокую венозную линию. Какой поток нужно устанавливать при проведении респираторной поддержки через высокопоточные канюры? Речь о поздних недоношенных. Об этом мы с вами поговорим, когда будет у нас цикл блок по неинвазивной респираторной поддержке. Опять повторюсь про аналгоседация. Больше 15 требуется. Среднее давление на высокочастотную вентиляцию меньше. Нет. Или оценка происходит по шкале НПАС. Шкала НПАС идет как кофеин у недоношенных. Идет с родзала, независимо от того, вводите вы методом Лиза или нет, так и контроль ребенка на предмет испытывает он боль или нет. По шкале НПАС должно с самого рождения и дальше идти непрерывным непрерывной цепочкой оцениваться каждый час по лопошкале НПАС. Используйте в родзале для сохранения тепла пакет у детей больше после 28 недель. По протоколу до 28 недель. Если вы почитаете методическое письмо по ведению детей, господи, прости, это самое методическое письмо по реанимации стабилизации новорожденных в родильном зале, вы увидите, что пакет рекомендуется использовать у детей и включая вплоть до 32-й дилегистации. Какие детей вы называете крупными? Да, это правильное замечание, я даже сказал бы. Дело в том, что очень трудно провести, когда речь идет о тех понятиях, когда в первую очередь вызывается дыхательное нарушение, а когда в первую очередь ребенок демонстрирует коллабирование оливиол, шунтирование, снижением сатурации и потребностью дополнительной оксигенации, всегда очень трудно провести и подобрать синоним какие дети какие. Крупными я скорее называю поздних недоношенных, если это конкретный ответ на вопрос. Или по-другому сказать крупные дети больше полутора тысяч граммов. Но это не надо на меня ссылаться, это больше наверное скорее как сленг. В тех случаях, когда невозможно четко провести границу. Если поздний недоношенный ребенок стонет, то какую минимальную оценку по Сильверману он может получить? Если эти экспираторные шумы слышны на расстоянии, то это 2 балла. Можно уточнить какое вариант в качестве неинвазивной ВЛ вы используете в отделении? У нас в отделении стандартно используется либо бифазик, либо дуапап. Принципиально это одно и то же. Это неинвазивная респираторная поддержка с вариабельным потоком. Это принципиально. Особенности которые мы разберем в блоке, который будет посвящен неинвазивной респираторной поддержке. Вводите ли антибиотик при переводе на ИВЛ детей с РДС и ТТН при нормальных анализах крови? Как правило, в 2 часа жизни, когда происходит вся эта история, мы еще анализов крови полных. Можем до конца, можем еще и не получить. Но даже если получаем они отрицательные, если этот ребенок переведен на ИВЛ уже после того, как ребенок введен ему сурфактант или введен сурфактант повторно, а он все равно нуждается в переводе на ИВЛ, тогда, конечно, риск того, что это все-таки инфекция, а не РДС, он высок. Именно в этой связи мы таким детям даем антибактериальную терапию назначаем, если он остается интубированным и не дает возможности быть экстубированным после введения сурфактантов. Но здесь один нюанс. Мы же диагноз РДС или ТТН ставим не в первые сутки жизни, мы получаем уже окончательный результат через 48 часов, мы через 48 часов перепроверяем маркировое исполение, тогда, и вот тогда уже мы либо антибиотики отменяем, либо продолжаем, и тогда уже неважно, на ИВЛ находится ребенок или нет, отрицательные маркеры воспаления, все, он без антибиотиков дальше наблюдается, даже если он требует высокочастотной вентиляции. По протоколу РДС введение сурфактанта показано у детей на ненавидивной вентиляции СИПАП в выделении зависимости от массы 35 и 30 концентрации кислорода, как будет все равно вводить потребности 30%. Значит, здесь по европейскому протоколу, который, во-первых, у нас там был 30% и 40%, 35% я так не помню, поскольку я сам писал эту историю, я могу, конечно, уже ошибаться и забывать, но все-таки там был 30% и 40%, но на сегодняшний день, если у меня память не изменяет, и мы откроем, боюсь соврать, не буду говорить, но я так подозреваю, что могла быть эта информация быть в методическом письме по стабилизации и по стабилизации и реанимации детей в родильном зале. Там могла быть эта информация, где уже прописано 30% для всех категорий детей недоношенных, потому что в современном введении, в современном протоколе поведения детей с РДС указана уже одна величина, 30% потребность кислорода. В критериях качества для доношенных детей указана именно шкала Доунс, то есть мы оцениваем их по Сильверман, страховые снимают деньги с истории, как лучше поступить в данной ситуации. Ну, вы можете вполне разработать свою эту историю, и пусть это будет шкала Доунс, считайте здесь не принципиально как написать, здесь очень важно как оценить ребенка, и я не настаиваю на шкале Сильверман, как на какой-то вот, знаете, как на Евангелии, вот что это так было, вот и по-другому никак, это не Библия, вы можете шкалу Доунс оценивать, если такие сейчас критерии качества, там, во-первых, на самом деле в родильном зале, насколько я помню, там по 203-му этому приказу, там все-таки шкала Сильверман, это раз, если бы про этого, там указано Сильверман, если бы про 203-й, если речь идет о другом документе, то пусть это будет шкала Доунс, считайте частоту дыхания, оценивайте, только игнорируйте, пожалуйста, не доводите детей до того, чтобы они у вас синими лежали, и у них там перед носом булькал кислород, или бы там они такие же были там синие на СИПАП, ориентируйтесь на те, скажем так, модифицируйте для себя эту шкалу, уберите оттуда это значение, добавьте что-то из Сильвермана, пусть это будет называться Доунсом для критерий качества, но главное для себя, чтобы вы, основная идея сегодняшнего разговора заключается в том, что дыхательные нарушения, ничто как дыхательные нарушения в первую очередь продемонстрирует у детей, у которых раздата мускулатура, то, что это дети, дети нуждаются уже в оказании помощи, в оказании респираторной помощи в виде давления, а не кислорода, вот это основной посыл, и если вы эти дыхательные нарушения, у многих опытных докторов уже настолько наметан взгляд, что он видит на этого ребенка и сразу говорит, это ребенка надо интубировать, без всякой оценки по шкалам, и этот врач прав, потому что по его опыту он знает, что с таким дыхательным нарушением этот ребенок через 3, 4, 5, 6, 12 часов точно пойдет на аппарат ВЛ. Так чего это задерживать и опаздывать с этим, когда это можно сделать раньше? Но пока нет такого наметного глаза у подавляющего большинства докторов, надо на что-то ориентироваться, и вот это что-то, это либо Сильверман, либо Доунс, и дальше мы приспосабливаем, это то, что говорит природа, а дальше мы уже можем приспосабливаться к документам, ну что называется, кто как может. Здесь речь идет об введении сурфактанта на вторые сутки и прочее. Но вообще надо сказать, что введение сурфактанта уже после первых суток жизни мы в отделении у себя не проводим, потому что это уже сопряжено с, может быть, может быть сопряжено с целым рядом осложнений. Это уже время, когда вторые, третьи, четвертые сутки, это уже время, когда уже устоялась некая картина в легких, сформировалась некая неоднородность и уже когда это происходит позднее введение сурфактанта, уже высокий риск синдромов утечки воздуха. При терапии искусственным сурфактантом на высокочастотную вентиляцию снижают ли параметры и какие параметры нужно снижать прежде всего? во-первых, у нас искусственный сурфактант, искусственный сурфактант, речь, наверное, идет экзогенный сурфактант, потому что искусственный сурфактант это чаще называют, когда делят сурфактант на искусственное происхождение и животное происхождение. Мы, конечно, пользуемся все зарегистрированные в России только препараты сурфактанта животного происхождения, искусственных у нас нет, синтетических. Но потом о том, как меняются параметры высокочастотной вентиляции, какие действия мы совершаем после введения сурфактанта, об этом мы поговорим на наших следующих тематических школах. Ну что, на этом, дорогие друзья, вопросы закончились. Я у нас незаметно пролетел аж час 20, в 2 часа 20 минут. Оказалось немного меньше. Я всем желаю удачи в работе. И еще раз я хочу проанонсировать нашу следующую встречу, если все сложится, как задумано, произойдет 12 декабря. И у нас в гостях будет Елена Николаевна Байбарина, с которой мы проведем интервью и спросим, зададим эти вопросы, которые мы хотели так спросить, когда Елена Николаевна была на серьезном государственном посту. И сейчас Елена Николаевна работает главным научным сотрудником в нашем центре. Елена Николаевна стала гораздо более доступной для всех, и мы все ее очень любим, и мы с ней поговорим на разные темы. Спасибо еще раз всем, кто досидел до этого часа. Всего хорошего, до свидания. субтитры Снима